Сразу пять предприятий области вошли в национальный проект производительность труда и поддержка занятости. Помимо льготных условий субсидирования, резиденты программы могут рассчитывать и на помощь специалистов в повышении производительности труда. Объем предстоящих работ совместно с федеральными коллегами оценили на производствах Новоспасского района. Подробности у Олега Тюрина. Новоспасский силикатный завод сейчас проводит модернизацию производства. Объем инвестиций 900 миллионов рублей. На эти средства предприятия построит два новых цеха и помимо морально устаревшего кирпича будет производить еще четыре новых вида продукции. Естественно и производительность труда будет повышаться и качество продукции тоже будет. И самое главное это мы будем выпускать продукт высокой добавленной стоимости. Поэтому вступление в этот национальный проект нам позволяет конечно совместно с этими специалистами ощутить наш инвестиционный проект. Кроме прайс-листа выпускам и продукции на производстве готовы менять и устаревшие подходы. Для этого всю линию открыто показывают специалистам центра компетенций. Совместно с ними на заводе намерены повысить технологическую культуру и перейти на бережливое производство. Один из вопросов это вопрос организации труда, вопрос складского учета, вопрос так скажем более качественно использованного рабочего времени. Это вот три вопроса, которые мы в самое ближайшее будущее будем с ними обсуждать. После предварительной оценки наладить более эффективное производство специалисты центра компетенций готовы к другому предприятию новоспадского холдинга. Местные аграрии после уборочной компании ремонтируют технику и параллельно ведут мелиорацию земель площадью 435 гектаров под зерно и кукурузу. Мы на месте не стоим, мы хотим сделать цикличность нашего предприятия, чтобы мы не зависели только от растеневодства, а то мы переходим также на овощеводство, чтобы компания у нас была, так скажем, с деньгами круглый год. Для увеличения годовой прибыли предприятиям необходимо повышать производительность труда. Для этого участникам национальной программы государство готово оказывать адресную помощь. За три месяца специалисты проведут полный анализ выборного потока и помогут повысить его эффективность. В конечном итоге на рубеже трех месяцев у предприятия есть эталонный участок, то есть это участок потока, на котором сконцентрировано наибольшее количество потерь и проблем, уже преобразованные и доведенные до эталонного состояния, с которого можно копировать лучшие практики на дальнейшие участки потока. После такой работы над ошибками предприятия смогут увеличить производительность на 15%. По заявлению специалистов, именно такая цифра будет свидетельствовать об успешности проведенной модернизации. Сам проект охватит 1700 компаний страны. В перспективе на 2024 год проделанная работа должна дать стабильный рост экономики на 5%. Олег Тюрин и Денис Миронов. Весть Ульяновск. Из Новоспасского района.